Литературный вечер открыли воспитанники детской школы искусств имени Якова Флиера, которые прочитали стихи Владислава Бахревского «Времена года». Снег кружится, застит свет, Падать на землю или нет, Леселится, веселится, А зима всё длится, длится. С городским днём поэзии присутствующих поздравил заместитель руководителя администрации городского округа Орехова Зуева Павел Родин. От имени главы городского округа Орехова Зуева Геннадия Олеговича Панина поздравляю вас с этим знаменательным праздником, который совпал в этом году с Годом литературы. Мне хотелось бы пожелать вам черпать новые силы для новых творческих побед, достигать этих успехов. Спасибо вам за то, что вы делаете нашу жизнь более красивой. 2015 год объявлен Годом литературы, который совпал с несколькими значимыми юбилеями в Орехово-Зуево, в том числе и городского дня поэзии. Впервые его отметили в 1965 году. Это год юбилея основы литературного объединения и её первого руководителя Владимира Богатырёва. Кроме того, всегда день поэзии привязывался к 19 января, это день морозовской стачки, который мы тоже сегодня отмечаем юбилей. То есть, одни юбилеи получаются. И, конечно же, в этом году у нас дата, круглая дата со дня победы. И многие наши ветераны, многие наши жители нашего города принимали участие в этом деле, принимали участие в Великой Отечественной войне и писали прекрасные стихи. Радостной новостью для всех участников праздника стал старт заочного конкурса имени Владислава Бахревского, в котором смогут принять участие все желающие прозаики и поэты не только Орехова Зуева, но и других городов. Люди, весь народ наш, он стал поэтом. Ведь сейчас в интернете, по-моему, 300 или 400 тысяч поэтов. Куда бы ни приехал в какой-то город, в Сибири, или там вот я был на Дальнем Востоке, всюду литературное объединение. В нашем городе плодотворно работают четыре литературных объединения. Основа, созвучие, архипелаг и ветви, представители которых порадовали своими произведениями любителей поэтического творчества. Со сцены звучали стихи о красоте родного края, его богатой истории, неизменных традициях и подвигах земляков. Но в жестоких страданиях своих, города, боли, плаков, с колен поднимались. И нас зло разореньем, нас зло всем врагам. Купола к солнцу яростно рвались. Наполняли сердца света добрых надежд. В своем новом жилье старый и малый, Средь родних, средь двоих утеревших друзей, Поднимали за здравые чары. Литература, история играет огромную роль в духовном формировании нашего общества, нашей молодежи в первую очередь. И заявка к этому очень серьезная. А мы, я считаю, литераторы, краеведы, историки, Это тот потенциал, живой потенциал, Который может внести существеннейшую ленту во все это. В праздничной программе приняли участие Вадим Вохнин, Клим Булавкин, Марина Бойцова, Евгений Голоднов, Владимир Бодров и многие другие.